с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 13 августа международный день левшей впервые праздник отметили в 1992 по инициативе британского клуба левшей у таких людей по мнению специалистов лучше развита правая полушария а его усиленную работу объясняют генетик или скачком тестостерона в крови беременной женщины в древности к людям которые активнее пользуются левой рукой относились подозрительно и даже запрещали давать показания в суде однако в наше время считается что они обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом среди знаменитых леворуких личностей юлий цезарь александр македонский наполеон бонапарт леонардо да винчи микеланджело и многие другие некоторые говорят что на самом деле левшей больше чем правшей просто последних переделали что называется под правую руку и вроде бы даже есть тест если соединить две руки вместе то большой палец той руки который будет сверху означает либо вы правша либо вы левша легко увидеть что у меня левый палец большой палец левой руки сверху значит я левша переделаны в правшу ну а теперь о родившихся в этой день 13 августа 1655 года появляется на свет изобретатель кларнета иоганн кристоф дэнер считается что кларнет создан на основе французского народного инструмента шлюмо который как утверждают некоторые исследователи возможно также придумал все тот же дэнер в 1803 году родился владимир адаевский русский писатель философ музыковед и музыкальный критик общественный деятель член учредитель русского географического общества и журнала московский вестник последний представитель рода даевских одной из старших ветвей рюриковичей в 1829 рождается иван сеченов он становится основателем русской физиологической школы и показывает что в основе психологических явлений лежат физиологические процессы но в 1871 году рождается карл липнихт немецкий социал-демократ один из организаторов союза спартака который стал позже компартии германии убит вместе с розой люксембург по всему бывшему советскому союзу еще сохранились улице его имени 1899 год в этот мир приходит альфред хичкок кинорежиссер в кино он приходит рано в 26 лет появляется первый авторский фильм хичкока сад удовольствий но мировая слава настигает через 20 лет после этого картина психоз всего на счету хичкока 50 лет в жизни это был безукоризненно вежливый и смешливый человек и жизнь была довольно долгой 80 лет прах короля ужасов как его называли многие развеяли как он того и желал над тихим океаном в 1901 году рождается борис черков народный артист ссср прославился ролью максима в трилогии григория козинцева и леонида трауберга режиссеры никак не могли выбрать песню для максима такую заводную интересную конце концов черкова просто предложили спеть хоть что-нибудь крутится вертится шар голубой так когда-то напевал его отец и эта песня исполненная фильме юность максима неожиданно для всех надолго становится визитной карточкой актера в 1926 году рождается политический лидер фидель кастро рус в 1962 году актер андрей соколов а в 1968 году актер андрей фидорцов 1971 владимир довиченков опять же актер а в 1980 году стас пьеха российский певец ну а теперь о некоторых событиях этого дня 1624 год король франции людовик тринадцатый назначает решилие своим первым министром главой королевского совета в тот момент ему 39 лет все последующие годы герцог арман джан дю плеси де решилие являлся по сути фактическим правителем государства при его непосредственном содействии основана французская академия и реконструирована сорбона в 1822 году александр первый из страха перед возможным заговором запретил деятельность в россии масонских лож и иных тайных обществ николай 1 естественно после восстания декабристов счел необходимым повторить в 1826 году указ своего брата о запрете масонства взяв к тому же с государственных служащих и военных специальные подписки но тайная деятельность ложь в россии все же продолжалась 1899 год в этот день с киевского до 1934 года брянского вокзала из москвы в брянск отправился первый почтово-пассажирский состав со стороны здания напоминала обычный барак тем не менее этот вокзал просуществовал 15 лет пока на этом же месте не было построено новое здание в несколько измененном виде мы можем наблюдать его и в наши дни 13 августа 1907 года нью-йорке было пущено первое такси еще 18 веке некий предприимчивый француз основал постоял и двор конных экипажей которых можно было заказать ну а потом появились авто на первых парах затея не имела никакого успеха потому что никак не могли решить ну по какому же тарифу оплачивать труд водителя изобретенный в 1905 году счетчик таксометр утихомирил споры от него пошло название нового вида транспорта таксомотора или такси кстати самые первые древние таксометры представляли собой некий ящичек заполненный камушками для чего он устанавливался над одним из колес экипажа и когда колесо совершало полный оборот специальная зацепочка открывала в ящичке окошко из которого в другой ящичек падал один единственный камушек потом пассажир расплачивался с таксистом по числу выпавших камушков очень интересно 1928 год в лондоне через радиостанцию европейской акционерной компании основанный шотландцем бердом в эфир выходит первая цветная телевизионная передача русский инженер аддамиан еще в 1907 восьмом годах предложил метод одновременной передачи цветных кадров а в 1925 году систему трехцветного телевидения с последовательной передачей цветовых полей с помощью развертывающего диска системы непкова показали миру 1990 год президент ссср горбачев подписывает указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий двадцатых тридцатых годов ну и самое последнее 1961 год в ночь на воскресенье 13 августа в восточном берлине объявлена тревога первой степени военнослужащие полиции рабочие дружины занимают указанные позиции где были заранее заготовлены стройматериалы для возведения заграждений к утру трехмиллионный город оказался разрубленным на две части колючая проволока перегородила 193 улицы 8 трамвайных путей и 4 линии метро в приближенных границ и местах с немецкой пунктуальностью были заварены водопроводные газовые трубы перерезаны электрические телефонные кабели заложены кирпичом канализационные туннели линия раздела пролегла через площади мосты бульвары кладбища пустыри пруды парке рано утром берлинцы узнали что отныне они живут в двух разных городах длина разделявший город стены будет 45 километров плюс 120 километров вокруг западного берлина отделяющих его от остальной территории гдр берлинская стена простоит 28 лет до краха коммунистического строя в гдр но ведь история показывает появление стены не может разделить людей по крайней мере надолго рано или поздно искусственное преграда пойдет с вами был николай пивненко в проекте дата